Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Я вас всех приглашаю к себе на кухню, потому что я сегодня хочу с вами поделиться очень интересным, простым рецептом, как можно засолить огурцы. Как можно огурцы законсервировать? Способов много, и у нас их много на канале. Но я вам хочу рассказать один из способов. Способ очень старый, он у меня записан в записной книге, это способ моей свекрови, и огурцы получаются очень-очень вкусные, удачные. В чем плюсы этого рецепта? Во-первых, здесь лимонная кислота, лимонка, как ее называют, уксус мы убираем. Если вы не любите лимонку, это может быть, пожалуйста, переведите на уксус. Но вообще здесь лимонная кислота, здесь соль и нет ни грамма сахара, вообще нет сахара. Вот чем хорош этот способ, это как раз-таки даже для людей, которые страдают сахарным диабетом, которым запрещено вообще употреблять сахар. И этот рецепт, пожалуй, как раз-таки им пригодится в их копилку. Что же потребуется для этого рецепта? Это, конечно, огурчики. Вы можете солить в любой таре, это трех-двухлитровые банки, литровые, как вам угодно, и какая поедательная способность вашей семьи. Что еще потребуется? Это лавровый лист, перец горошком. Здесь я использую сушеный чеснок. Вы можете использовать свежий чеснок. Почему сушеный? Потому что я очень много чеснока сушу, заготавливаю, и потом в дальнейшем использую его в своей кулинарии. Это лист хрена, это зонтик укропа и листья черной смородины. Если у вас нет листьев хрена, не расстраивайтесь. Если у вас нет зонтиков укропа, отправляйтесь в аптеку и покупайте семена укропа. Можно вполне заменить на семена. Больше ничего я сюда не добавляю, поэтому вы вопросов не задавайте дополнительных по травкам. Вот я вам рассказываю рецепт в таком виде, в каком он есть. Я сегодня вам покажу на примере литровой банки. Достаточно банку помыть хорошо с содой. Можно ее простерилизовать, можно в духовке, можно над паром, как угодно. Что мы делаем дальше? На дно банки я кладу зонтик укропа. Вот палочки я не использую. Зонтик укропа. Немного хрена, совсем чуть-чуть. Кладу вот так, отрываю, не режу ничего. Кладу где-то примерно два листика черной смородины, один лист лавровый, но опять можно его положить, можно нет. Не любите, не кладите. Это не принципиально. Сушеный чеснок. Вот такой у меня сушеный чеснок. Кстати, я хочу сказать, что очень хорошо делать с сушеным чесноком консервацию. Вот такие у меня пластинки. Свой аромат, вкус, качество он не теряет. Отправляю это все в банку. И перец горошком. Ну, достаточно 10 перчим. Ну, у меня здесь может быть побольше. Это не принципиально. Дальше необходимо уложить огурцы в банку. Как вы их будете опять укладывать, это ваше право. Я люблю укладывать огурчики в такие маленькие банки. Вот так их стоя. Отрезаем плодоножку, пончик огурца. Это не надо. И все складываем в банку. Пока я буду складывать огурчики в банку, необходимо подготовить рассол. Именно рассол, не маринад. Мне потребуется 1 литр воды. Вода может быть любая в данный момент. Она у меня вот из чайника, чуть-чуть подогретая, чтобы побыстрее закипело. Чтобы вам побыстрее показать ролик. Я беру 60 грамм вот такой соли, крупной соли, неодированной соли. Она есть везде, во всех магазинах. Сейчас это не проблема. Вот ее как раз и нужно использовать во всей консервации. 60 грамм или 2 столовые ложки. Высыпаю соль и ставлю рассол, чтобы он закипятился. То есть довести рассол надо до кипения. Рассол стоит на плите. Обязательное условие. Рассол должен закипеть. Обязательно. А я продолжаю складывать огурцы в банку. Рассол закипел. И кипящим рассолом необходимо залить банку с огурцами. Вот так мы проделываем эту манипуляцию. Рассол всегда у вас должен немножко оставаться. Потому что огурцы могут впитать рассол. И надо будет долить. Крышкой прикрываем банку. И оставляем огурцы прогреваться. Накрывать ничем не надо. Они стоят и прогреваются. Огурцы прогрелись. Остыли. Вот я могу браться за банку. Если внимательно посмотреть. Они поменяли цвет. Они уже не такие зеленые, как изначально огурцы. Они прогреты и поменяли цвет. Вот это видно. Что теперь необходимо сделать? Мы берем и сливаем рассол. Рассол ставим на плиту и доводим до кипения. Рассол закипел. Вот так буквально чуть-чуть пол чайной ложки я добавляю горчицу. Зерна горчицы. Можно добавлять, можно не добавлять. Я добавляю. И рассолом, не маринадом, а рассолом, я заливаю огурцы горячим. Прям буквально он кипел. Вот так. Дальше. Как я поступаю дальше? Я беру лимонную кислоту. Вот так. Вот столько лимонной кислоты. Это чайная ложка. И высыпаю в банку. Дальше. Теперь надо необходимо закатать банку. Банку закатала. Теперь ее необходимо вот так перевернуть. Ни в коем случае ее не надо ни кутать, ни укрывать ничем, ни полотенцем, ничем. Вот в таком состоянии банка остывает. Огурцы получаются очень вкусные. Поэтому, как всегда, я вам говорю, попробуйте, сделайте, ну, я не знаю, ну, две баночки. По крайней мере, сейчас огурцы будут. И попробуйте их открыть где-то примерно через недельку. И попробуйте, что они из себя представляют. Вот. Если вы уже сейчас видите, вот они огурчики. Меняют цвет. Огурцы хрустящие и очень-очень вкусные. А с вами была Юлия Меняева на канале На саду-левогороди. Пока-пока.